Секреты тайной комнаты Боб Сордж Глава 26. Секрет скуки Вам когда-нибудь становилось скучно во время молитвы? Если быть честным, то каждому из нас временами становилось скучно в тайной комнате. И вот еще один маленький секрет, который откроет эта книга. Нам всем бывает скучно во время личной молитвы и чтения Библии. Даже двенадцать апостолов Агнца и те заснули на месте молитвы. Матфея 26. Сорокового по сорок пятой стихи Приходят дни, когда я чувствую себя особенно крепко, связанным с Богом. В такие дни я часто думаю, почему так происходит не всегда? Ведь на самом деле, среди таких великих дней существует множество совершенно невыразительных моментов. Иногда я с нетерпением ожидаю моего личного времени с Богом. И только для того, чтобы проспать все время. В другие дни я чувствую в себе достаточно бодрости. Но именно в этот день нет ни дуновения от Духа Святого. Что бы я ни читал, как бы горячо ни молился, все это кажется напрасным. И я не один. Во время разговоров с другими людьми я понимаю, что это обычное переживание немощного человеческого существа. В сокрушении и бренности постоянно быть отделенным от Бога, быть отделенным от того, к чему так отчаянно стремится сердце. Дух бодр, плоть же немощная. Иисус относит эти слова непосредственно к молитве. Матфея 26 глава 41 стих. Так что же нам делать, когда становится скучно? Не останавливаться. Выдавливать из себя. Стиснуть зубы. Быть настойчивым. Идти до конца. Ничему не позволяйте переубедить вас или ввести в заблуждение. Включая скуку. Иногда нам приходится принимать жесткие, жизненно важные решения. С Божьей помощью и благодатью я посвящаю себя тайной комнате. Дождь ли, солнце ли, хороший день или плохой, чувствую ли я или не чувствую, легко мне или трудно. Когда вы находитесь в Божьей благодати, то можете делать все посредством Христа, который укрепляет вас. Господь отвечает на искренний крик о помощи. Именно тогда, когда мы чувствуем себя особенно слабыми, наступает время искать Его, искать избытка Его благодати. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам 8 глава, 28 стих. Иисус назвал Духа Святого помощником. Иоанна 14 глава, 16 и 26 стих. 15 глава, 26 стих. И 16 глава, 7 стих. «Потому что Он был послан к нам, чтобы помогать во времена немощи и нужды. Призовите своего помощника. Дух Святой, Ты мне нужен прямо сейчас, помоги. И Он придет к вам на помощь, потому что любит помогать нам молиться». «Когда я засыпаю в тайной комнате, то не позволяю врагу использовать это против меня. Я представляю себя маленьким ребенком, забравшимся к Богу на колени. И могу себе позволить с детской простотой отдыхать у Него на руках. Мне кажется, что Господь в это время взирает на меня и наслаждается теплотой нашей близости. Я мог бы заснуть где угодно, но я выбрал спать у Него на руках». Я пишу эту главу специально для того, чтобы разрушить план врага, по которому он старается навязать вам чувство вины и стыда за ваши личные отношения с Богом. Он говорит вам, что вы проиграли и что вы лицемерите, когда в действительности идете тем же путем, которым шли до вас величайшие святые истории. Давайте скажем откровенно. Иногда молиться скучно, и читать Библию все равно, что есть опилки. Но во всем этом есть и преимущество. «Один день восторга в Духе Святом стоит тысячи дней борьбы, ибо один день во дворах твоих лучше тысячи». Псалом, 83 глава, 11 стих. «Это на самом деле так. Если Бог всего лишь однажды прикоснулся к вам Духом Святым и вдохновил вас Своим Словом, все, вы попались. Вам не важно, сколько продлится пустыня, вы будете продолжать идти, потому что знаете, что там на другом конце есть оазис небесных наслаждений». А теперь еще одна хорошая новость. «Чем больше усердия вы проявите в тайной комнате, тем больше изменится сама природа в ваших отношениях с Господом. А плохие дни скудости и отдаления находятся как раз посредине». А теперь еще одна хорошая новость. «Чем больше усердия вы проявляете в тайной комнате, тем больше изменяется сама природа ваших отношений с Господом. А плохие дни скудости и отдаления находятся как раз посредине. Существует порог, за которым, если вы его однажды пересечете, восторг в тайной комнате захватит ваш дух, и вы приобретете ни с чем не сравнимые переживания в ваших отношениях с Богом. Дело в том, что если вы остановитесь, то в конечном итоге попадете в яблочко. Рано или поздно вы прорветесь. Да, у вас может быть множество скучных часов время от времени, но вы не сдавайтесь. Самые важные вещи в жизни – те, что имеют вечную ценность. Всегда стоять очень дорого. Скучно? Какие мелочи! Я так хочу служить только тебе, мой Бог. И всей душой хранить, и любить твой закон. И столько в сердце тепла душа покоя обрела. Иисус, хочу я принять Твоей любви благодать. Хочу труден сей путь земной, Ты рядом всегда со мной. Если вдруг я упаду, Я к ногам Твоим припаду. И столько в сердце тепла Душа покоя обрела. Иисус, хочу я принять Твоей любви благодать. 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 И столько в сердце тепла, Иисус, хочу я принять Твоей любви благодать. Иисус, хочу я принять Твоей любви благодать. Иисус, хочу я принять Твоей любви благодать. Субтитры создавал DimaTorzok